Первый шаг к наказанию Путина за совершенные против Украины преступления Международный уголовный суд сделал в марте 2023-го. Выдал ордер на арест российского президента за незаконную депортацию украинских детей. С тех пор Путин, даже получив гарантии безопасности от лидеров некоторых стран, боится покидать территорию России. В отношении детей это просто самое очевидное такое преступление, которое на поверхности что-то лежит. Потому что это прямо предусмотрено, вот такой вот массовый вывоз детей, это прямо предусмотрено в качестве нарушения международного гуманитарного права. И со стороны России это не только не отрицается, наоборот выпячивается это действие, которое позволит достаточно легко, ну, относительно легко, конечно, выдать ордер на арест. Выезд за пределы федерации – прямая дорога для Путина на скамью подсудимых. Ведь Международный уголовный суд не рассматривает дела заочно. Чтобы привлечь военно-политическое руководство России к ответственности, Украина и мировое сообщество продолжают работу над созданием нового юридического механизма. По мнению Киева, им должен стать специальный международный трибунал по преступлению агрессии России против Украины. Или Международный суд под юрисдикцией украинской судебной системы. Такой вариант рассматривают некоторые союзники Киева. Путина можно наказывать, можно обвинять за самые разные преступления, военные преступления, преступления против человечности, геноцид, кроме агрессивной войны. И мы над этим постоянно вместе со своими международными партнерами работаем. Но, конечно, много работы делается именно нами, именно в нашей стране, потому что именно мы страдаем от этого всего. Именно в нашей стране находятся и потерпевшие, и основные доказательства, и результаты тех преступлений, которые совершает режим Владимира Путина. Преступление агрессии, совершенное высшим военно-политическим руководством России, очевидное нарушение международного права и устава ООН. Однако агрессия не входит в перечень преступлений, которые может рассматривать Международный уголовный суд. Это еще одна причина, почему наказание России за развязанную войну требует новых подходов. Идет обсуждение, но, тем не менее, движение в том направлении привлечения очевидное. Одновременно идет расследование многочисленных нарушений правил ведения войны, таких как убийство гражданского населения в Буче, таких как насильственная мобилизация в оккупированных территориях, таких как выборы, проведенные на оккупированных территориях. Это все нарушение международного гуманитарного права, это все собирается, записывается, рекордится и готовится в соответствующий процесс. Уколы разные в это тело Российской Федерации, они делаются. Это и ордер на его арест, это и суды над военными преступниками, это и новые-новые расследования, какие-то отчеты исследовательских групп, проведенные по поводу геноцида, по поводу того, что происходит в Украине. Реестр убытков создается с тем, чтобы потом искать возможности людям распределить, чтобы получить деньги российские, распределить эти деньги. То есть самая разная работа ведется. Наказание виновных в войне против Украины и выплата репараций этой пункты формулы мира президента Владимира Зеленского.